Привет! Новые технологии порождают новые игры, и теперь в жизни современного ребенка, а зачастую и вполне взрослого человека, прочно обосновались компьютерные игры. Часто приходится слышать истории о том, как дети и подростки буквально часами готовы сидеть у мониторов, позабывая о всем на свете. Я буду выстреливать свистелек. Родители никак не могут понять, как же можно столько времени посвящать этим идиотским монстрам, стрелялкам, гонкам и прочей чепухе. И действительно, со стороны порой невозможно понять, чем же так привлекают компьютерные игры. Давайте попробуем разобраться. Игры дают возможность игроку не просто пассивно наблюдать за событиями, а наоборот, активно действовать в игровом мире. Это очень сильные ощущения, которые возникают от возможности попробовать себя в разных ролях и ситуациях. Если в обыденной жизни игрок числится простым офисным работником, то в виртуальном мире он уже великий полководец, властитель судеб и миров. Игры дают человеку почувствовать власть, свою значимость, хоть и виртуальную. Играя, можно снять стресс, забыть о повседневности, отдохнуть и сбросить накопившуюся негативную энергию. Игры помогают людям и особенно детям тренировать мозг и испытывать самих себя без реальной опасности потерять все в случае проигрыша. Именно поэтому наш мозг и дарит нам то самое ощущение удовольствия, когда мы играем в игры. В некоторой мере игры влияют на качество нашей жизни, создавая положительные эмоции, а также сильные социальные отношения, особенно если мы играем с реальными друзьями и близкими. Университетом Северной Каролины было проведено исследование, которое доказало, что взрослые люди, играющие в компьютерные игры, более счастливы и менее подвержены депрессии, чем те, кто их не признает. А геймеры, предпочитающие активные и сложные игры, обучаются принятию быстрых решений и стрессоустойчивости. В ходе проведенных исследований выяснилось, что геймеры запоминали гораздо больший объем информации за короткий промежуток времени, нежели люди, равнодушные к компьютерным играм. Также ученые установили, что компьютерные игры способствуют развитию скорости мышления и реакции. Во многом популярность и привлекательность компьютерных игр обусловлены тем, что они разрабатываются с участием профессиональных психологов, которые на начальном этапе разработки изучают вкусы будущих потребителей и отбирают самые привлекательные плюшки, которые должны вызвать некую зависимость и не отпускать игрока. К тому же игровой рынок диктует свои условия. Часто издатель заказывает игры не для развития и совершенствования игрока, а просто для получения сверхприбыли, играя на самых низших побуждениях человека, вызывая проявление зависимого поведения. Игровой мир для некоторых более яркий, привлекательный и живой, чем реальный мир за окном. Но несмотря на это, надо понимать, что игры это всего лишь один из способов отвлечься от проблем и расслабиться. В реальной жизни есть еще очень много интересных и полезных занятий. Постарайтесь отыскать золотую середину между развлечениями и своими обязанностями. Вот и все. Пишите в комментариях, какие игры вы любите, а также подписывайтесь на канал, чтобы каждую неделю получать порцию интересной и актуальной информации. С вами, как всегда, был Юрий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok